Зарядку, да, Анют, очень громко ты вдыхала и выдыхала. Ну а мы продолжаем полдень. В Ставропольском крае не первый год реализуются мероприятия по замене оконных блоков в образовательных организациях нашего региона. В этом году планируют заменить более 34 тысяч квадратных метров оконных блоков в школах и детских садах. К примеру, в 5-м лице, в 77-м детском саду и в 30-й школе города Михайловска. О уже проделанной работе и планах на будущее нам расскажет заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя Виктория Владимировна Перевердева. Добрый день, Виктория Владимировна. Лето, самый разгар, как раз таки нужно заменять активно окна. Где уже поменяли в Кривом центре? Ставрополь принимает активное участие в краевой программе энергосбережения с 2013 года. И вот уже по итогам работы в 2019 году мы заменим окна в школах и в детских садах в полном объеме. Во всех школах города? Да, во всех школах города и в детских садах оконные блоки будут заменены на металлопластиковые. Вот в рамках краевой программы мы привлекли более 90 миллионов рублей. Ну, на условиях софинансирования счет средств бюджета города. Ну, как бы текущий год у нас завершающий. У нас сейчас в работе 11 учреждений, и к 1 августа ремонт будет завершен в полном объеме. 11 учреждений, ну какие, к примеру? Это юрские сады. Чтобы вот родители сейчас такие, yes, в нашей школе тоже поменяют. Родителям уже переживать не стоит. Все учебные классы заменены в 2018 году в полном объеме. Детям созданы благоприятные комфортные условия. Вот то, что сейчас уже мы делаем, это частичная замена, как бы не всех помещений. Это завершение работ в полном объеме по всему городу. И перечислим, какие 13 образовательных учреждений? У нас 5 детских садов, 7 школ и одно учреждение доп. образования. Очень круто. Прям здорово. С 13 года, получается, вся эта работа проводится к сентябрю. Эти 13 образовательных учреждений, все точно успеете. Да, к 1 августа. А, к 1 августа. У нас начинается с 1 августа комиссионная приемка готовности учреждений к новому учебному году. Вот в состав комиссии входят органы ПОЖ-надзора, энергонадзор, профсоюзы. И как бы, ну, контрольное мероприятие. Вот с 1 по 16 августа мы будем готовы сдавать учреждения комиссии. Но если говорить о самих окнах, то есть в образовательных учреждениях они тоже же должны по каким-то критериям быть правильными. То есть не пропускать там солнечный свет, к примеру. Вот о этих критериях. Ну, окно должно быть в первую очередь, как бы мы же меняем существующие оконные блоки, деревянные, на металлопластиковые. Проемы, они, конечно, сохраняются. Окно бывает двухстворчатое, бывает трехстворчатое, ну, в зависимости от размера. Окно должно выдерживать парусность, ну, как бы при ветрах. Конечно, соответствовать ГОСТу. Должно открываться, чтобы его было комфортно мыть и безопасно мыть. И режим проветривания. При режиме проветривания обязательно устанавливается москитная сетка, которая крепится на замочках, чтобы сетка не выпадала. И как бы по безопасности, чтобы детям было не поводно, скажем так, открывать окна, подоконник достаточно широкий устанавливается. Дети маленькие элементарно, чуть залезть, приподнять, да, и так далее. Чтобы как бы исключить эти факты. А вот скажите, пожалуйста, 13, да, как дети вообще реагируют? Дети, родители, это что? Ну, есть такое, ну, наконец-таки. Мы дождались, что наши там окна поменяют, те старые деревянные окна, которые были там еще со времен Советского Союза и так далее. Реакция людей. Ну, на самом деле, как бы мы ж, наши жители, дети, к оконным блокам привыкли, ну, уже сколько мы, наверное, 7-8 лет активно занимаемся. Окна, благодаря родительским средствам, частично, еще как бы до существования программы краевой, родители частично принимали участие в замене оконных блоков на благотворительных основах. И когда мы вошли в краевую программу, конечно, родители очень благодарны, потому что... Не нужно участвовать финансово в этом. Совершенно верно. Если говорить простым языком. Ну, это в первую очередь, и условия детям созданы комфортно. В школах и в детских садах тепло, окна не текут, они моются, и они открываются, что, ну, как бы позволяет соблюдать все режимы АСАНПИН. Вот в среднем сколько вот штук окошек поменяли и поменяете в городе Ставрополь этим летом? Этим летом у нас, ну, как бы в завершении работы направлено финансирование в размере 6 миллионов. 6 миллионов, да. Ну, если мы говорим о том, что всего 90 миллионов мы освоили, 11,5 тысяч квадратов подлежит замене. Ну что же, понятно, спасибо вам большое. Я думаю, детям, школьникам теперь будет еще комфортнее обучаться. И педагогам, в том числе, самое главное, это дети-то ушли, а педагоги там постоянно находятся. Спасибо большое. Еще раз напомню, нас в гостях заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя Виктория Владимировна Переверзева. Вам хорошего дня и хорошего завершения ремонта. Спасибо. Летнего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.